Девушки отдыхают Меня цыгане украли при храме новгородском был Значит так Сейчас я вам поеду историю о том Как я спас землю ростовскую Освободил ее от тугарина змея Начнем с далека Чтобы вы поняли что откуда взялось Прониклись бы духом эпохи Ты спас Говоришь освободил от тугарина змея Что-то по-моему Ты немного звездишь Юлий Короче Здравствуйте это канал Максимадзе И я долго Давным-давно планировал это Давным-давно думал и только сейчас решил Давайте сыграем В игры про богатырей Я имею ввиду той самой Всем известной франшизы Трех богатырей от Мельницы И Они короче выпустили Три игры в жанре Четыре игры в жанре квест Про богатырей И мы все их пройдем Начнем естественно с Алеша Поповича Ну и это кстати была первая игра про богатырей естественно в которую я играл Она мне очень понравилась и на мой взгляд она самая лучшая из всех четырех Вот так выглядит менюшка короче Но у этой игрушки Вот тут сохранение есть У этой игрушки есть одна проблемка неприятная Она может Зависнуть абсолютно в любом моменте Ну за исключением мини-игр В мини-играх я не припомню чтобы она зависала А вот На обычных моментах где мы просто там хоем С кем-то разговариваем Там может игра зависнуть Намертво Никакой диспетчер задач не помогает Приходится перезагружать компьютер Очень надеюсь что у нас во время записи этого не произойдет Хотя к сожалению эта проблема довольно такие частые И кстати решение проблемы я для нее не нашел Гуглил никто ничего про это не пишет Один мой друг тоже играет в игры про богатырей У него тоже может зависнуть Он кстати по любому сейчас смотрит это видео и слышит что я сейчас говорю Он это в комментариях обязательно подтвердит Короче Давайте что тянуть Давайте начинать Нажимаем новую игру короче и поехали Надо бы с Любавой повидаться Не видно ее что-то на ярмарке Короче можно тут в разный Вот так вот можно ходить Нажимаем Можно в разные локации ходить Но локация в данный момент сейчас это недоступно нам А мне там делать нечем Нам не надо туда Сейчас по сюжету нам не нужно туда Нам сейчас надо Любаву поискать Вы Любаву не видали? Но у меня еще за девицами чужими смотреть Своих дел полно Немного нужно подише наверное сделать А то меня нифига не будет слышно наверное Здорово Тихон Любаву не видел? Да не, сегодня шо не видал Уйди Алешка, не мешай торговать Здорово бабуся А Любава ты где? Не подскажешь? Дома сидит, где ж еще? Вон ее дом с краю площади Забыл что ли? Вот чем эта игра хороша от тех игр про богатарей Которые у нас существуют сейчас Вот например по ход конем части выходил раннер Вот этот раннер получился очень убогий Да, там есть конечно голоса богатарей Причем с оригинальными актерами Но это в основном вот эти вот всякие Юху, ура, вот это вот все типа И уровни там до безумия просто однообразные и неинтересные Вышел еще короче какой-то Какой-то тоже платформер про богатырей на андроидах Тоже неинтересный Я честно говоря скачал и больше не скачал один раз Один раз зашел и что-то все не захотелось больше А вот эти игры они хороши Тут прям реально хочется проникаться в сюжет Тут все говорят профессиональными актерами Прям как и в самом мультфильме Теми же голосами и так далее Это все короче очень прекрасно и Вот лучше бы и дальше бы квесты по всем частям выходили А не этот убогий раннер Последней игрой по которой вышел квест Стало три богатыря и шамаханской царицы Но до нее еще добраться надо Они отдельно Не такая уж она и шамаханской царицы Кстати эта игра была Да здесь я походу много говорить не могу Потому что тут все разговаривают Надо слушать Ну и мне приходится комментировать Все это дело Ну ладно сережки так сережки Дай орешки мне А то ты так задолбаешься Горло тебе надорвешь так орать постоянно Бабуля А сережку Любовину не видал Какие еще сережки Вот лучше огурчиков солененьких прикупи у меня А на столбе А на столбе много всяких сюрпризов Может там и сережки есть Уяснил Посмотрим на столбе Да здесь короче Надо щелкать Вот так вот Чтобы он Не соскользнул со столба Он видите Соскальзывать начинает немного Но с каждым нажатием Отнимается одна штучка От Вот этой самой шкалы Поэтому надо Я Я ежесекундно нажимал на столб Этого вполне нормально было Одну достали Ты сережки Любовина не видел? Видел точно По прикушку Угрышки Хозяина балагана Очень надеюсь что игра не зависнет И знаете что я буду делать? Я буду очень часто сохраняться Чтобы Перезапуски Там по новой не проходить Как можно больше Как можно меньше Не проходить Слыхал я Что у тебя сережка есть Ну есть Нашел на площади Заходи в балаган Ежели победишь В честной драке Моего молодца Сережка твоя А нет Моя останется Ну ладно Сейчас Так Зрители куклы у нас Это Это ненормально Мне кажется Немного Ладно мужик Отвели-ка силушки Богатырской Ай 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 Да что ж ты На дебил Ай блин Ай блин Отведал силушки Богатырской Да Сережку-то отдай В честном бою Выиграно Да на Забирай Ну вот и отлично Диалоги пропускать я не буду Потому что Хочется погружаться В сюжет Да и думаю Вам тоже Диалоги послушать хочется А если А если не хочется То можете Промотать немного Я принес тебе сережки А еще кстати В этой игре Есть катсцены Которые Являются сценами Из оригинального Мультфильма Их придется Пропускать Иначе Видео Блох Авторские права Все дела Так опять Ты хвастаешься У меня тут Ну ладно Давай говори Чем я с этим Любовая невеста Героя Тихон Ну и этот Старик с бородой Он скажем так Старший товарищ Правда Старик умом Не блещет Не знаю Зачем его Алешка за собой таскает Так вот Значит Пришло войско Тугарско На землю Ростовскую Оставили свое Послание И ускакали Прочь А послание Посмотрите На ихнем Басурманском языке Написано Интересно Как они без меня Это послание Прочтут А ты бы смог Прочитать Да Вот Тугаринцы Проклятые Пришлось Ворота За ними Чинить Говорят Они какое-то Послание Оставили Ты Алеша Делом бы Занялся А не Приставал бы К людям Пожалуй Бабка права Надо Заняться Реальным делом И посмотреть Что это за записка Такая В оригинальном Мультфильме Кстати По-русски Было написано Все Некоторые Катсцены Про которые Я сейчас Сказала Это Это отрывки Из мультфильма Кстати Здесь изменены Некоторые Об этом Поговорим Еще Одна из них Кстати Повлияла На мини-игру Как бы нам Прочитать Эту Басурманскую Ну короче Потом поймете Когда Доберемся Оттуда Да В Ростове Только он В их языке Разбирается Да Похоже На то Бабуля Ты на рынке Давно Торгуешь Небось Тугаринскому Языку Уже Обучилась Да На что Мне этот Варварский Язык Клиенты Из них Никакие Все Задарма Да В игре Юморочек Конечно Есть На рынке Давно Торгуешь А Тугаринскому Языку Упаде Обучилась Во Чего Это вдруг Ладно Давайте Уже Писарю Пойдем Чего мы Тянем Стоим Тут Игра Очень Последовательная Открывает Действительно Нам нужные Локации Когда Требует Сюжет Здравствуйте А можете А можете Грамоту Тугаринскую Перевести Дополнил Я немного Речи Могу Да Вот Только Закавыка Одна Есть Азбука Тугаринская Для этого Нужна А я Ворону Украла Принесешь Азбуку Переведу Твою Бумажку Так Вороны У нас Сыр Любят На Вот так Да значит Ладно Придется По плохому Если По хорошему Не желает Ишь ты Ладно Палка Есть Еще Да что Ты будешь Делать Эта Дорога Ведет К Редуну Но он Тугаринского Языка Не знает Да и Беспокоить Его Не Хочется Да Так Просто Не Уговорить Ее Отдать Лазать На Дерево Тоже Глупый Вариант Она Улетит Раньше Чем Я туда Залезу И мы Потом Вообще Эту Книгу Не Раздобудем Потом Она Улетит Тогда Хрень Знает Куда Тихон Чем Бы Нам Эту Птаху Уговорить Книгу Отдать Читал Я В Одной Книжке Научной Что Они Творители Летучие Побрякушки Всякие Любят Брошки Там Разные Золотишко Серебришко Платина Кстати Заметная Такая В В Игре У Тихона Почему То Волосы И Борода Сами Коричневая Хотя В мультфильме Это он Седой Полностью Бабуля Не подскажешь Чем Ворону Приманить Можно Этих Воришек Прогонять Надо А не Приманивать Они Ведь Только Увидят Что Блестящее Да Яркое Клювы Разинут И В момент Утащат И Не Выманишь У них Обратно Да Кстати В мультфильме То В оригинальном Алеша Бабулю То На Выно Называла Тут Моты Ну ладно У Любавы Сережка Есть Придется Уж попросить Тогда Надо Землю Русскую От Злодея Тугарина Спасать Тут Твоя Помощь Пригодилась Бы Сережка Твоя Нужна А Чем Может Помочь Сережка Против Злодея Тугарина Да Есть Тут Одно Дело Ладно Уже Бери Да Она Даже Отбирать Не стала Ее Отлично Значит Можно Будет Ее Вернуть Сережку Нашел я Азбуку Переведи Послание Сделай Милость Ну Давай Собрать Дань В Двадцать Четыре Часа Все Вальше Ничего Здесь Нет Собрать Дань В Двадцать Четыре Часа Тихон Что Ж Делать Да Беда Надо Идти К ведуну Совет Просить Так Это И Есть Ведун Предсказатель Земли Ведун Че То Как То Немного Злобно Он Выглядит Некрас Правда Я его Не видал Тут Вот Тугарин Послание Прислал Требует Собрать Дань В Двадцать Четыре Часа Тугарин Грамота Точно Собирать Дань Точно Собирать Дань А он Как будто Знает Тугаринский Язык Бедун Бедун Удивительно Что Он знает Тугаринский Язык Алеша Поближе Я Тебе Расскажу И Голос Того Него Недобрый Я бы Сказал А что Хороший План Только Вот Где Камень Взять Ну Тихон Теперь Я Знаю Как Спасти Землю Русскую Пришел Конец Племени Басурманскому Хе 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 Так Опять Заставка Пропускаем Каков молодец Спасибо что сказал Я и так это знал Блин Так Сохраниться А вот Где бы Камень Большой Сыскать Да Где Ты Его Ищешь Такой Здоровый Разве Что В Каменоломню Сходить Так Каменоломня В той Стране Бабка Ушла Можно Курочку Взять Пригодится В дороге Пожалуй Все ушли Одни мытку Остались Эй Здорово Заказ Тебе Есть От Всего Народа Нашего Ростовского Большой Камень Надо Высечь Такой Большой Что Бутугаринцы Всем Буртом Не Смогли Бо Его С места Сдвинуть С Босыми Ногами Много Не Наработаешь Вот Приташи Мне Булку Что Хочешь Тебе Сделаю Так Что Насчет Камня Таши Сапоги Будет Тебе Камень Ага Понятно Я знаю Где Сапогами Проблем Не Будет Тут Есть И тот И первый И второй Сапог Вот он А вот И второй Сапог Ишь Ты Зачем 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 Этому Сапог Вообще Нужен Вот Есть кое-что Получше Сапога Только Попробуй мне За это Сапог Не отдать Отлично Во Другое Дело Хороший Пес Значит Все таки Блин Вообще На самом деле Вот Вот Тихон И бабка Это Очень Такие Интересные Персонажи Такие Которых Фанатов Полюбили И вот Жаль Что Они Уже Исчезли И в новых Частях Не появляются Бабуля В последний раз Появилась Три богатаря На дальних берегах Вышедшие 11 лет назад Ну почти 11 А Тихон Появился В следующей части Ход Конем В последний раз 2014 года Ну нет Точнее Первого Января 2015 Вышла На прокат Ну Тихон С бабкой Правда Появились Еще В виде Камео Бабка Еще В ход Конем Там В самом Конце Можно Среди Народа Увидеть И Три богатыря И Принцессы Египта Их Может Там За столом Видеть Ну если вы конечно Очень внимательно Будете смотреть То вы их увидите А так Я это не считаю За полноценное Появление Так что Обидно Что они Исчезли И не появляются В новых частях Будем Надеемся Что В конце Этого года Выйдет Какая-нибудь Новая часть А у них Они же Ежегодно Ну или раз В два года Могут Выпускать Новую часть Надеюсь Что в новой части Они появятся Буду очень Надеяться Хотя далеко Это далеко К сожалению Не факт Так Я смотрю Ты тут И с босыми ногами Хорошо наработал Я тебе тут Сапоги искал А ты уже Камень готовый Сделал Ну ладно Ладно Тем не менее Благодарю Ну что Тихон Поможешь Камешек-то Закатить Да Вот это Камеш Как же Не поможет Ты давай Толкай А я Сзади Подстраховывать Буду Окей Давай 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 На Валезь Давай Еще Еще На Да я бы И без этих Криков Исправился Опять Заставка И мини-игра У нас тут Такая Мы Едем на камни И нам надо Уворачиваться От домов Чтобы не разрушить Короче Заставка Которая была Это измененная Сцена Короче Там камень Ой блин По плану Действительно Заткнул пещеру Однако Там Тихон И Алеша Спрыгнули на этот Камень Обрадовались Однако камень Поехал вниз И вот они сейчас До сих пор Катятся на нем Вот в этой Самой мини-игре Собственно В оригинальном Мультфильме Камень Сам укатился Без них И разнес Все дома Ой Заставка Кстати При проигрыше В этой мини-игре Тоже будет Заставка Где Они увидят Все дома Разрушены Богатырь Мой партнер Ему многое Можно простить Но старик Это Тихон Пожилой Опытный человек И такое Насоветовал Все золото Тугарин увез Да А ведь на это золото Можно было бы Так весело пожить Такую конюшню Построить Ой На всю жизнь Мне бы хватило Ну и народу Ростовскому Тоже Эх вот Догонят они их Вот что Они с ними Сделают Тихон За что же Они нас так А Сохраняемся За дело Алеша За дело Жолото Народное Супостат В мультфильме Никто в тюрьму Их конечно Не сожрал Ну мы же не хотели Судя по синякам На глаза Которые у них там Были Их знатно побили Ведун надоумил С него и спрос Для начала Неплохо бы И застрого выбраться Побег из тюрьмы Придется Организовывать Выпустите нас Не хочу я тут сидеть Интересно Какой же срок Нам дали Никто нам не говорит Суд то был Вообще нет Откройте дверь Блин Хватит С дверь колотить Никто вас отсюда Не выпустит Ключик там есть Возможно Он подойдет К двери Тихон Как бы нам Ключик этот Достать А? Тут сноровка Нужна Зацепить бы Его крючком Каким нибудь Да и поднять Во всяком случае Веревочка Для этого Уже есть Есть еще цепочка Но ей ключик Во первых Не возьмешь А во вторых Во вторых Эту Эту цепь Не оторвешь Отсюда Она не достанет До туда Не оторвать Конечно Может быть И наш Любимый Богатырь Сможет Вот только Шум Этот поднимет Чай не Поздоровится Ему Тогда За это Схема Мышеловки Ложечка Еда И Корзиночка Давайте попробуем Что ли Тут мыши бегают Как раз Так Отойдем Подальше Чтобы Мышке Не мешать Отлично Можно мышкой Попробовать Ключик Достать Хорошая Мышь Сделала Задачку Свою Попробуем Так Так Я боюсь Если близко Подойдем К нему То мы Его Разбудим Надо Как-то По-другому Здесь Может Уксуса Например Подмешать Туда А нет Надо Подождать Пока он Допьет До конца Кстати В этом месте В зависимости От того Где мы будем Стоять Он может Увидеть Нас Или не Увидеть Если мы Где-то Вот здесь Даже Стоять Будем Он Может Нас Увидеть В каком-то Определенном Месте Он Нас Видит В каких-то Местах Не Видит Куда Забрались А ну Обратно Да Мы Ж Свои Федор А ну Алешка Сиди Смерно А то Свяжу Вас С цепями Что Дальше Ты Уксус Нет Уксус Самого Не Проймешь Но Стражник Этот Конечно Тупорыл И Ключик Ключик У нас Не Отобрал Никакого Личного Досмотра Ничего Не Право Не Провелось Ладно Вот Вино Та И Точно Усыпит Ну Вот Теперь Спокойно Пройти Можно Можно Кстати Вернуться Обратно Туда Но Я Не Вижу Но Никакой Необходимости В этом Абсолютно Нет Сохрань Твою Мать Я Вместо Сохранения Случайно Загрузить Нажал Ладно Тогда Пауза Еще раз Так Вот Теперь Я не ошибся И сохранил Так Как Надо Крепко Заперто Тут У нас Какой-то Хитроумный Замок Надо Какую-то Конкретную Собрать Так Этот ключ Видимо Не подходит К этой двери И сюда Тоже Посмотрим Может К этой Подойдет А сюда Подошел Глянь Какова Девица Да Это Невеста Начальника Страж Зацепка Наверное Полезная Это Может быть Ее Тогда Нужно Точно Ты советовал Что-то Значит Смотрю На Так Заставка У нас Опять Где он Где Этот Старый Обманщик Сейчас Мы его Мигом К ответу Притянем Тихон Глянь Борода Фальшивая Дела Сбежал Видон Смотри Тихон Сундук Прыгает Да Видать Не пустой Да Открыть Надо Его Крепко Заперто Все Блин Как же Открыть Сундук А это Что такое Где Этот Мошенник Проклятый Вы Дедушка Кто Как Кто Я Ведун Предсказатель Земли Русской А А А кто Ж Тогда Тот Ну Этот Так Это Сам Тугарин Змей Был Это Он Меня В Ящик Упрятал А Догадывался Честно Так Получается Что Он Специально Все Подстроил Золотом Ты Богат Ты Ты Вот что сделай Ты К Светогору Пойди Он Светогор Богатый Известный Былинный И наверняка знает Где Тугарин искать Так что Сынок Ступай Прямиком В чертов лес К Светогору Спасибо Батюшка Да Это Это Все Было Часть Его Гениального Плана Который Разворачивал С самого Начала Тугарин Вот так Вот Провести На совете В оригинальном Мультиве Никаких Планов Таких Не было А идея С камнем Это Мол Они Сами Придумали Да План Конечно Зачетный Я Прям Я Прям Респект Ничего За это Немного Более Гениальный План Может быть Только У Палпатина Звездных Войнах Опять Заставка Мост Развалили Нафиг Что Тихон Как Быть То Обез Его Знает Давай Пошукаем Вокруг Может Что И Найдем Молот Ох Молодцы Как Какие Молодцы Мост Разобрали И Решили Сделать Для Из Него Забор А Что Ж Важнее Все Так Неужели Забор Важнее Чем Неужели Забор Важнее Моста Ладно Пробуем Не Туда Я Просто Хочу Отвести Курсор Туда Что Не Отводится Ладно Видите Звук Какой У вас Производится В таком Случай Я Не Уверен Что Это Правильно Но Посмотрим Да Похоже Это Правильная Была Хорошая Вещь Пригодится Пожалуй Подкова Вроде Правильно Все Собрал Ну Тихон Собрал Я Мост Тебе Проверять С виду Надежный Ладно Уж Попробую Да Если 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 Собрать Мост Неправильно Он Он Тоже Скажет Тихон Тебе Проверять Но Мод В таком Случай Обратно На свои места Все фигурки Вернуться Вернуться Скажи Тихон Куда Теперь Ити Направо Или Налево Да Можно И Направо А Вообще Можно И Налево Ну Вроде Боксит Агору Надо Направо Так Слышь Тихон Храпит Кто Вот Это Храп Блин Держать Сюда Все Слышно Ну Ладно Тихон У нас Глухой Может Не Слышит Крепко Заперт И Откроешь Это Что Такое Что То Сыграть Здесь Надо Чтобы Открыть Дверь Понимаю Вот Эти Ноты Надо Сыграть Эш Ты Как Крепко Закрепили Да Зачем Нам Этот Топор Ты Богатырь Как Ты Не Можешь Топор Выдрать Здесь Они Бабки Держат Денежки Клим Предложишь Мелодию Сыграть Денег Попросит Придется Где-то Денежки Достать Что Делать Будем Смотри Алеша Чтоб Цыгане Тебя Не Надули Нет Не Пойду Я В Чищобу Нечего Там Делать Куплю Продам Это То Что Нам Нужно Я Вот Жука Продаю Хороший Жук Большой С рогами В Красную Книгу Занесен Купишь Ты Что Парень Рехнулся Что Ли Зачем Мне Жук Я Вот Подкову Серебряную Хочу Продать Подкова Более Нормальная Возьмешь А Чего С Не Взять Возьму Давай Подкова Вот Отлично Теперь У нас Денежки Есть Сколько Копеечка Всего Вы Угораете Надо Мною Скажете Тугар Наверное Надеюсь Что Хватит Какие Тугары Тут Жилет Глухой Давно Никто Тут Не Ходит Ну Думаю Для Такого Количества Нот Копеечки Хватит Да Они Даром Неплохо Играют Да Нам Другую мелодию Надо Глупцы А Сыграйте Мне Эту Мелодию Ну Естественно Я так И думал Давай Клади Денежки Чего Встал Ему Ну На самом деле Вряд ли Нам Так Это Сильно Поможет Если Честно Разве Что После Того Как Мы Это Сделаем Здесь Появятся Вот Такие Вот Ячеечки Которые Показывают Насколько Правильно Играем Нет Вот Открыли Дверь Отлично Прикольно Ничего Что он в доспехах Спит Ему вообще Комфортно Спать Так А На Нафиг Ах так Сейчас Как Хренак Блин Ладно Я сейчас Посильнее Стук Блин Хренак Блин Нет С ним Такой Не проймешь Эй Эй Просыпайся Жи Емоё Рейд По-английски Написано Здравствуй Святогор Богатырь Славный Вы Кто Такие Прости Богатырь Незваных Гостей Мы Люди Ростовские Ищем Злодея Тугарина Тугарина И зачем Он вам Понадобился Золото Он народное Умыкнул Вот и ищем Его Чтобы Люду Ростовскому Своё добро Вернуть Слышали мы Что знаешь Ты Где Тугарина Злодея Искать Да Дорогу Указать Могу Да Только Нельзя Тебе Ктугаром Так Идти Нужен Тебе Конь Богатырский А где Я Коня Найду Ты Про Коня У Цыган Спроси Окей Ладно Цыган Это Цыган Коня У тебя Случайно Нет Как Нет Есть Конь Очень Хороший Конь Настоящий Богатырский А что Хочешь За коня Только Денег У нас Нету Ну Тогда И разговором Конец Хотя Принесите Мне Шапку Невидимку Чудная Вещь За Нее Коня Отдать Не Жалко О Ишь Чё Ты Такое Удумал Шапку Невидимку А где Ж Взять Шапку Невидимку Такие Шапки Только В сказке Бывают Говорят У старухи Что В глубине Лесу Живет Имеются Всякие Волшебные Вещи Сходи К ней Может Найдешь Там Шапку Так Ладно В Чащобу Так В Чащобу Кстати Тут Тележка Раньше Была Сейчас Ее Нету Баба Яга Ну Замечательно Просто Так Только Двери Что Здесь Не Видно Да Странная Избушка Двери Здесь Что Не Видно Придется В трубу Лазать Походу Эх Не богатырская труба Не залезть мне туда Знает Нахренакнулся Конечно Ладно Тихон Точно Пролезет Не Слышь Тихон Попробуй Ты Залезть Нехорошо Это Алеша В моем Возрасте По крышам Лазать Но Раз Другого Пути Нет Попробую А С Эти С С Эти Эти С С Эти С Эти С В этом Судучке Наверняка Шапочка У нас Умеется Что Ух Ведьма Проклятая Чуть все Кости Не переломал Да Ну как Тихон Добыл Шапку Нет Не удалось Больно Злая Старуха Эта Яга Слышь Тихон Ладно Уж Попробую Еще раз Тут Не так Просто Надо Определенным Методом Действовать Двери Есть Только С Внутренней Части Дома Ладно Задействуем Вот эти предметы Что у нас тут Кишки Скалозуба Червяные яйца Саламандры Корень Мочеточника Крысиные хвосты Жабья Жабья Слизь Так Что у нас тут Прогнивщик Кисель Прочищает Желудок От Слабоумия Преломки И похмелье Для бабы Иги Это не характерно Все Вот Прочищает Прочищение Желудка Может быть Нам более Поможет Так Жабья Слизь Червяные яйца Саламандры Кишки Скалозуба Прогнивщик Кисель Пожалуйста Добавим Для вкуса А так Просто Вава-Яга Это нас не видит Она видит Только если Мы Подойдем К этому Сундучку Не сделая Вот этот Самый Кисель Сильнодействующий Кисель Все-таки Оказался Да Шапку Быстро Все-таки Нашли Жаль Только Что он Низ Жаль Жаль Ее испытать Только нельзя Да Хитрованный Какой-то дом Добыл шапку Что выйти Можно Токсар Что выйти Можно Зайти Нельзя Снаружи Двери Это не видно Окна Вот Вот шапку Добыли мы шапку Ну Давай шапку И получай коня Проверил бы Что ли Хоть Заставка Заставка Опять Измененная Кстати Тоже Заставка Там Рядом С вращающимися Если так Их можно Назвать Цыганами Присутствует Еще и Алеша Ведь в мультфильме Там В другом Совершенно Месте Еще Добыл Я Святогор Коня Богатырского Укажи Теперь Дорогу К Тугаринцам Нет Нельзя Тебе Еще К Тугарцам Идти Меч Тебе Нужен Ступай В подземелье Там Ивашка Кузнец Живет Он Все Может Сделать Если Попросить Хорошо Меч Вот Меч Точно Пригодится А вот А вот Такой Богатырский Конь Вот Такой Да Мы Безидор Я думаю С Прикрасом Исправились Я думаю Помню Фильму Это тоже Было Понятно Персонаж Юли Конечно Очень Прикольный Но Иногда Раздражает Немного Деревня Подсолнухи Отлично Закрыто Дверь Дверь Кстати Прочная Надо Ну Ключик У нас Лежит Так Вечно Проблемы Нас Что Делает Замок Заржавел Видать Заржавел Замок Может Его Маслом Намазать Но Тем Менее Проблемы Всегда Решаются Вон Кушин Уже Есть Тут Только Масла В нем Нифига Тушки Нет Заржавел 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 Еще Ну Пошли Тихо Не знаю Кстати Зачем Вот здесь Стрелочка Типа Можно выйти Туда Назад Нет Без меча Нельзя нам Возвращаться О том Что Мы Никогда Не сможем Мы Никогда Не сможем Туда Выйти Ух Ух Ты Нихрена Себе Мудреный Сундучок Заморская Работа Да Сундучок Действительно Хитроумный Мудреный Никогда Такого Сундучка Я не Видел Ух Твою Мать От Такого Я бы Обосрался В реальной Жизни Что-то Не видать Кузнеца Ивашки Надо бы Всю пещеру Разведать Ну да Там дальше Свет Есть В конце Туннеля Так Вот здесь Уже Что-то У нас Есть Так Полезные Вещи На всякий Случай Возьму С собой А мне Мне там Делать Нечего Да Делать Нам туда Нечего Мы Еще С Эбашкой Кузнецом Не поговорили Вам Вам Привет От Светогора Это Он Прислал Нас Сюда Вам То Чего Надобно Да Всего Ничего Меч Волшебный Из Руды Алмазной Меч Это Можно Только Руда Алмазная Нынче В Дефиците Вот Принеси Кусок Руды Тогда И меч Можно Изготовить Алмазный Меч Сразу Вспоминается Майнкрафт Шестеренка Ну Такое Дело Всегда Пригодится Может Тихон А ты Лифтом Управлять Умеешь Да Я И Не Пасек Если На Рычаг Нажать Вверх Лифт Вверх И Поедет Рычага Тут Нифига Нет Ну Может Быть Штюрь Подойдет Ну Попробуем Поехали Эх Ну Здоров Произошло Разрушение Части Механизма Ввиду Ее Хлипкости Ну Кость Дал Должна Быть Гораз Прочнее А Блин А вот Это А вот Это Бак Кстати Который Меня Бесит Постоянно Вот Я Ставил Кость А все Рано Кабуста Штырь Там И На Этот Случай Я Сделал Сохранение Специальное Поехали Вот Отлично Теперь Мы можем Спокойно Подняться На пасеку Посмотреть Тут Пчелы Разводят Да Тут Засохло Все Ни пчел Ни мяда Тут Нет Тихон Тебе Пугало Не Нужно Одежка Ничего Может Потом И Заберу Одежка Ничего Говоришь Ты Как Одежка Драное Одеяло Просто Повесили На него Любое Одеяло Надо Разодрать И Все То же Самое Будет На Вот Рудник Уже Внизу Добыча Руды Тут Немного Подгорело Но Тем Не Что Там И Прочитать Сможем Изготовление Пороха Смешать В бочки Селитру И Серу Воткнуть В бочку Фитиль Поставить В бочку Поставить Бочку Поближе К стене Сурдой Поджечь Фитиль И Быстро Что-то Там Сделать Я так Понимаю Сваливать Быстрее Быстро Убежать Надо Еще Одна Шестеренка Похоже Целый Механизм Сделать Можно Нет Руду Так Просто Не Выцарапать Из Стены Здесь Инструмент Нужен Да Ух Как Ее Разворотило Кто Ж Так Бочку Поломал Видать Бочку Взорвали Это Наверное Местный Способ Добычи Руды Ну Да Действительно Сер Селитра Фитиль И Уголек Я не понимаю Как он Раскаленный Уголек Держит В карманах Как он Еще Не Загорелся До сих Пор И Он Держит В руках И Ему Ничего От Этого Не Становится Жестко Рвануло Конечно От Такого Взрыва Руда Просто Обязана Была Вылететь Ну Да Действительно Ох Вот Это Бомбануло Еще Сильнее Чем Эта Бочка Предыдущая Ну Из Такой Руды Мы Точно Меч Изготовить Сможем Поехали Хороший Кусок Из Такого Точно Меч Получится Сделать Вот Кусок Руды Алмазной Выкунь Ко нам Меч Да Побыстрее Выковать То Можно Только Надо Заставить Работать Этих Бездельников Медведей Они Задаром Работать Отказываются И Что Же Нужно Твоим Медведям Да Всего Ничего Принеси Меда С Пасеки Вот И Начнут Работать Да Только Пасек Это Есть Только Что Я Сомневаюсь Что Там Мед Нормальный Есть Там Засох Все Нафиг Поехали Тихон Глянь Все Тут В запустении И Цветы Даже Завяли Да А Высохло Все Полить Б Бесполезное Устройство Воды Нет Ну Конечно Никакого Меда И Нет Надо В Люк Слазать Посмотреть Почему Нет Воды Не Я В Такую Дырку Не Полезу Слишком У меня Плечи Широки Тихо Может Ты Пролезешь В Эту Дыру Ну Что Все Время Я Ну Ладно Так Уши Быть Лаза Все нормально Роботе Не отшибли Жутковатое Местечко Местечко Ух блин Что-то Долго Тихон Да я Это Заплутал Там В Кемноте Да Интересно Что Кощей Бессмертный Там Делает Опять Чебур Рахнулся Вниз Ладно Надо Выбрать Одну Из Этих Бутылок Это Это Можно Сказать Выбор Передвижения Если Просто Туда Пройти То Произойдет Абсолютно То же Самое Что Вы Только Что Видели Да Очень Мягкая У него Конечно Кровать В кавычках Еще Шестеренка Одна А Ну Понятно А Нет Это Не Подходит Интересно Что Интересно Что Там Наход Но Мы Это Уже Не Узнаем Да Видимо Вот этот Шум От Насоса Не Дает Этому Кощей Спать Вот Вот Снял Шестеренки И Раскидал По Разным Углам Но Все Так Но Все Так Непонятно Почему Тут Жилище Кощей Бессмертного Что Он Тут Делает Вообще Почему Живет Под Землей Ух Ты Красота Ты Какая Смотри Тихон Красота Ты Какая Да Неплохой Очень Что Быстро Красота Это Появилось Хороший Мед Поехали Нашли мед Для твоих Медведей Хорошо Положите мед В бочку Что рядом С медведями Стоит Руда Уже Заготовленная Смотрю Штырь Тут Валяется Потому Что Я Сохранение Загрузил Где Не брал Чтобы Этот Бак Не Соберил Хотя Если Даже Не Брать Бак Иногда Сработать С Может И Это Странно Почему Этот Бак Стал Появляться Раньше Когда Я Играл Его Не Бало Даже На Windows 7 Когда Я Играю Сейчас Этот Бак Может Продвиж Отличный Меч Получился Берем Добыл Я Все Что Ты Сказывал Сделай Милость Укажи Теперь Дорогу К Тугарцам Ну С Богом Ступайте Прямиком Через Топи Тугарские Там Тропинка Есть Секретная По ней Болото И Перейдете А как Болото Пройдете Так Перед Тугарским Станом И Окажетесь Благодарю Светогор Заставка Куда ж идти А Тихон Топи Камыши Вокруг Не Знай Алеша Надо Поискать Тропинку Светогор Сказывал Она Тайная Неприметная Да Тропинку Эту Не Видно Совершенно Колокольчик Что-то Золотой Там Лежит Взял Бо Хоть Чего-нибудь Палку Что-ли Да Тут И Палкой Не Дотянется Колечком Бо Подцепить Да Че Так Избушкой Конечно Страшно Смотри Тихон Чего Страшнова Ты Избушка Конечно Это Окошко Такое Есть Кто Алло Алло Открывайте Есть Кто Дрыхнет Пади Не Слышит Ничего Да Колокольчика Нет Надо Колокольчика Достать И тогда Точно Проснется Так Вот Этим Колокольчик Точно Можно Достать Если Если Только Прицелиться Получится Четко Удивительная Игра У нас До сих пор Не зависла И надеюсь Что она И не зависнет Хотя Вот Кстати Добрыня Никитич Следующая Игра Она Виснет Немного Почаще По-моему Впрочем Когда мы Ее Будем Проходить Тоже Будем Надеяться На Видение Дрыхнет Пади И не Слышит Что мы Сущим Вот 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 Это Он Точно Проснется Ну Да Чего Надо Не Подскажете Как Через Болото Перейти Крой Черт Вас По ночам Носит Не Тебе Здравствуй Не Тебе Извините Совсем Обнаглели А Сам То Лучше Что Сам Тоже Не Сказал Ни Ни Здрасте Ни Это Чего Надо Что Это За Манера Такая У Него Претензии Предъявляет А На Сан Ся Не Смотрит По Опытнее Может Уговоришь Старика Показать Дорогу Ну А Что Попытка Не Пытка Можно Попробовать Ну Кто Тут Еще Прости Нас Хозяин Не Хотели Мы Тебя Обидеть Запутали Замерзли На Болоте Ладно Входи В дом А Этот Пусть На Дворе Останется Глядишь Поумнее Да Я думаю Что Да Не Лучше Промолчу Наверное Принек Да Внутри Это Гораздо Лучше Чем Снаружи Избушка Уютно У тебя Здесь Сам Строил От Родителей Достаточно Да Какое Уютно Скрепить Все Трещить Вторую Неделю Уснуть Не Могу Незадача Что же делать Спать Надо Нельзя Бесна Может Ты Поможешь А Да Ты Ищи Что У меня В доме Шумит Да Трещит А Я Вам Дорогу Через Полоту Ухожу Прямиком Кстанут Угарено Смею Выйдите Да Действительно Очень Шумно Как-то Место Я Уже Задолбался Слушайте Весь Этот Шум Если Честно Давайте Избавляться Интересно Как ты Мог Это вообще Съесть А О Наконец-то Ну Наконец-то Я Мысли Свои Слышу Так Вот Эта Хрень Еще Скрипит Забить Надо Ну Вот Другое Дело Че Ты Сам Все Это Выключить Не Мог Интересно Что Хозяин Принимай Работу Ну Спасибо Тебе Друг Уважил Да Ладно Рад Помочь На Вот Бери Как Выдешь К болоту Свистни Разок Погромче Дорогу Увидите У меня тут Сундучок Есть Какой-то А Еще Вот Здесь Даже Есть Что Это За Картина Это Родители Иван Ну Что Тех Разузнал Дорогу У старика Указать Не Указал Дал Свист Только Какую-то Говорит Она Поможет Дорогу Найти Выйти К болоту И Свистнуть Разок Погромче Давайте Попробуем Что Свист Столько Кстати Прикольно Себе Надо Будет Старикам Не Обманул Действительно Появилась Тропинка Как Интересно Спасибо Найти К ним Подход Сыграть На Их Чувствах Лично Я Считаю Что Лучшая Битва Это Да Иди Ты Смотри Тихон Вот Он Стан Тугарина Лишь Племя Басурманской Ощетелось Боятся Небось Нас Тугарина Небось Допрыгнуть Туда Никак Не получится Это Прям И Глубина Этого Обрыва Даже Даже Дно Не Видно Нацепим Мост Висит вот можно было бы пушкой его перерубить а пробуем это дело пушка хорошо конечно стреляет вот только едва только ядра в ней не оказалось до ядро взять тихон а ты в кузнечном деле смыслишь да и не особо знаю только что в печи металл можно расплавить и форму вылить ну да можно ключей тут много висит всяких так вот из этого солдатика что хочет делать можно жалко свинец на землю выливать пропадет ведь кирпич издали кирпич даем а вот а вот об этом я не подумал как жить как живу теперь разломать вот так только хороший удар только вот не понятно как из такого маленького солдатика такое ядро получилось здоровенное а вот уголь куда можно применить я кстати не в курсе не не нашел ни одного места куда можно было применить уголь если вы знаете напишите в кометах я не я пробовал весь день никуда не применяется а сначала порох надо уже потом ядро но хороший выстрел получился на крепкие ворота конечно ворота закрыты надо бы поискать другой вход как думаешь тихо можно попробовать поискать может есть какой потайной вход эх широк в плечах я больно вот если в мышь превратиться и непростое это дело лёша в мышь превратиться пойдем поищем другой вход да вот впрочем да мне кажется можно было бы вот тут перелезть туда например без проблем но к сожалению игра нам не дает это сделать придется искать изделие потому как мышь превратиться здорово бабуся чем торгуем здорово хлопец зельями торгуют целебный мят глазу от порчи надо ли чего просто поглазеть зашел надо кое что тогда выбирай весь товар перед тобой я только проверю годится на что нибудь или нет твою зелье нечего смотреть много вас тут таких и покупай и проваливай ух жутковатая бабка конечно пригодится только в очках линз нету совсем ну и бабка просто ведьма какая-то да остается есть у нее средства волшебное что нам пригодится может ну а что ж попытка не пытка можно попробовать ну и папка просто ведьма какая-то это классно сказано все новое зелье волшебное которое мышь превратить может есть у тебя такое есть и такое но дорого стоит вам не расплатиться а что ты бабка хочешь за зелье это волшебное замуж я хочу да вот беда не берет никто старая говорят некрасивая помолодеть мне надо слыхала я чтоб саду неподалеку яблоки молодильные раз принесите мне яблочко и тогда зелье ваша лады ну ладно осмотрим что там за яблоки такие а где же яблоки может не созрели еще ждать знать что-то тут написано по моему давайте прочитаем ничего не понимаю не по-русски тут написано каком же языке там написал сквозь сквозь стеклышки волшебные но явно не на тугаринском тогда бы он бы это не прочел все дальше не совсем не понимаю все кошки стала быть нужны волшебные чтобы яблочки тела вот эти наверно стеклышки в очки входят прекрасно смотри тихо красота то какая да ничего так но это не так красиво как тот пейзажик что на пасеке был блин а видео-то длинное очень получается у нас полчаса полтора наверно вот бабуся твое яблочко молодильное ой спасибо тебе добрый молодец уважен старую ух яблочко действительно действующая казалось кстати если верну нажать вернуться туда это баб это бабка хотя уже не бабка женщины теперь исчезнет я там уже не будет мужа искать наверно пошла ну чё про ну чё проверим ну мы что он не превратился конечно он стал просто маленьким вот он стан тугаринский так ворота открыть нужно пустить сюда остальных там появится короче все эти с кем мы шли сюда мультфильме хотя на самом деле здесь мы только стихо на шлихо ну там можно но здесь все это немного странно но надо вас открыть ворот и пустить их определенную комбинацию вбить нужно до получи выглядит так как будто это не факела осветила как будто он воткнул факел сюда и вот эта штука загорелась табличка плегой какой-то блин ладно давайте раз следующее вот это теперь это дальше г это если так г конечно теперь это и вот это отлично отлично а блин на заразу а блин да что ж такое а блин не уклонился что-то я так у нас равное здоровье сейчас имеется на на ну вот и конец нашей истории любого с алёшу скоро поженились и стали жить счастливо тихом к слову сказать тоже время не зря не терял с бабкой устал свои дни коротать а среди людо русского еще долго ходила слава про удаль и силу богатырского коня юлия то есть меня и дадима мне было прозвище конь богатырский юлий ростовский какой гордый коня так у нас тут титры пошли на эту музыку 10 авторское право поэтому выключаем их ну что могу сказать игрушка очень очень интересно и действительно погружаться этот сюжет очень приятно и очень повезло что игра ни разу не зависла конечно приятно приятнее проходить не пропуская вот эти катсцену но я не могу этого сделать потому что youtube youtube и блокирует видео с авторскими правами все строго я кстати пробовал когда-то давно на другом канале записать вот это видео без комментариев что я кстати говоря сделал но сначала я записал я записал туда его скот не пропуская катсцену убрал звук них это не помогло все равно забанили пришлось удалить катсцену из видео и уже выкладывать его без катсцен лучше бы лучше бы конечно вместо отрывков из мультика здесь к ценам и нормальные вы сделали тогда было бы и и лучшее я из и проблем с авторским правами бы не было ладно на этом все отличнейшая игрушка получилось мере я решил ее за одну серию пройти правда серия будут правда серии конечно долгая она будет очень долго выкладываться сначала еще обрабатываться будет долго очень долго а потом еще и выкладываться тоже загружаться на youtube будет долго но тем не менее я наверно на ночь буду ставить это короче на я сегодня все с вас подписался меня эпичные видосы как-нибудь и другие игры в право где трейдер пройдем следующий у нас по одобрению никитча естественно подписывайтесь на стримский канал влоговый канал спайлеру вконтакте всем пока